13 января болельщики футбольного клуба «Спартак-Нальчик» собрались у Дома правительства с требованием к властям принять всевозможные меры, чтобы сохранить клуб. Напомним, что финансовые проблемы клуба стали причиной снятия команды с розыгрыша чемпионата Национальной футбольной лиги. Руководством «Спартака» было объявлено о банкротстве клуба и распуске игроков. Мы сегодня, вот Аслан Мартиневич сказал, в 9 утра нас пригласили. Все пути выхода, всевозможные, максимальный, оптимальный вариант найти, чтобы сохранить команду. Таймурас, я, мы как бы представляем клуб, условно, да, официально, так или иначе. Мы пришли к следующему. Позвали главбухгалтера, который работает по сей день в «Спартаке», предоставить цифры, что мы можем исходить, от чего мы можем отталкиваться с учетом этих долгов и наших возможностей. Что где соприкасается и где какие-то моменты мы можем еще как-то подумать. Пришли к следующему. С учетом того, что у нас есть и с учетом того, что мы можем, где-то что-то понемногу уже потихоньку стыкуется. То есть пути выхода, какие-то просветы уже есть. Осталось, как сказать, не за малым, за основным, условно говоря. Аслан Мартынович, я так понимаю, завтра, послезавтра, да. Мы в 4 часа сегодня еще встречаемся. Агенты, там какие-то моменты и тонкости остались с футболистами, которые мы будем обсуждать. Кого возможно оставить с учетом наших возможностей. Им же нужно будет платить. И, исходя из этого, взвесим за против, кто нам нужен, как можно выйти из ситуации дорогостоящих игроков, чтобы спасти клуб, где-то продать, кого-то трудоустроить. Выйти из этой ситуации достойно, нормально, но доиграть этот чемпионат. С болельщиками встретился министр спорта и туризма Аслан Афаунов, который пытался объяснить им причину сложившейся ситуации. Но эта проблема просто ушел главный спонсор. Проблема из этого получилась. Хотелось бы такое, чтобы вас здесь слышат, донести. На самом деле ситуация еще так обстоит. Арсен Баширович не отказывается от команды. Единственный человек, который давал ежемесячно 450 тысяч долларов. Он и по сей день готов помогать команде. По сумме, ну, наверное, 3 миллионов он как бы озвучил. 100 тысяч долларов ежемесячно он готов давать по сей день. Это практически 1 миллион 200 тысяч долларов в год. И это тоже не последняя, не окончательная сумма. Здесь поступило предложение. Я не знаю, это тоже можно будет рассмотреть там в 4 или уже чуть погодя, когда эти более важные вопросы мы решим. создать, вот, кто предложил. Вот, смотрите. Вот, озвучите. Такой момент, чтобы как помощь болельщиков открыть счет от своих ребят. Фонд спасения фонда. И у которой будет работать постоянно. Для любимой команды. Его можно публиковать в КБП в юге тоже, чтобы это было прозрачно. Кресчетный счет. Оттуда, отсюда, это просто как открытая. Вот как в Англии, как это делается, чтобы люди чувствовали, что они являются тоже, как бы, что они нас помогают. Народная команда. За проблемой. За проблемой. За проблемой мы решим, а вот к этому уже последующим возможным вариантам, чтобы эта ситуация не повторилась в смысле на будущее, чтобы как-то перестраховаться. Да. Чтобы мы существовали. Временно исполняющий обязанности главы республики хочет, очень хочет сохранить команду. Я тем более хочу. Я вам, это мой ответ за Сееву, я очень хочу сохранить. И глава хочет. Но суммы, которые были озвучены, они были запредельны для бюджета Кабардино-Балкарии. Сейчас шаг футболисты сделали, мы два сделаем. Мы собрались здесь не митинговать, не протестовать, не против кого. Мы хотим донести до властей, до структур, которые могут решить проблему, которые, как бы, по сути, по априори должны решать народные проблемы. Дать понять, что эта проблема не просто хозяйственная из таких устоев. Это единственное, что у нас осталось из того времени, которое наше детище общее. И его нужно во что бы то ни стало в приоритете чуть выше поставить. Не потому, что мы являемся болельщики и мы хотим футбол, футбол. Это может отразиться в целом на имидже республики. Это пятно, которое никогда не отмоется от нас. Сейчас одна задача – сохранить клуб. Последующее мы постараемся всеобщими какими-то идеями помочь усовершенствоваться, я не знаю, модернизироваться, как хотите это называйте, чтобы к этой ситуации мы больше не вернулись. А сейчас, как бы, ситуация, чтобы клуб оставить, от нее мы будем исходить уже дальше. Стало также известно, что футболисты «Спартака» пошли на компромисс, согласившись на реструктуризацию долга и даже частично отказавшись от него, чтобы клуб сохранил статус профессионального.